Американцев предупредили об опасности сериала Первого канала ТВ и Радио Интернет и СМИ. 20.37.21 февраля 2019 года американцев предупредили об опасности сериала Первого канала. Кадр. Сериал Троцкий автор. Washington Post. Люк Джонсон. Люк Джонсон. Предостерег зрителей. Netflix. От просмотра сериала Троцкий. В материале вы можете наблюдать за российской пропагандой на. Netflix. Опубликованном в разделе «Мнение», он назвал мини-сериал Первого канала инструментом мягкой силы, с помощью которой Россия пытается влиять за рубежом. В сериале много насилия, грубого секса, спецэффектов и экшна, но если всмотреться в него внимательнее, можно понять, что Троцкий последняя попытка российских государственных СМИ продать свое мировоззрение за рубеж, считает автор. Платформа Netflix, демонстрирующая сериал, по его мнению, должна указывать источник контента, а не выдавать его за новейший телевизионный сериал. Троцкий, по мнению Джонсона, содержит посыл не бросать вызов существующему режиму. Сначала этот месседж донесли до российских зрителей, а теперь распространяют на западную аудиторию через Netflix, пишет он. Смысл сериала, ясен, быть революционером, может быть, весело, но будьте осторожны, они могут все разрушить, считает журналист. Он отмечает, что в сериале утверждается мысль о том, что за революцией стоят западные интересанты и она творится на деньги из-за рубежа. Эта идея подчеркивается на примере Александра Парвуса, который берет конверт от немецкого агента. Утверждается, курировало распространение фейковых новостей в крупнейших соцсетях. Деятельность RT и агентства интернет-исследований повлияла на исход выборов президента в США, полагает Джонсон. Троцкий внешне менее пропагандистский, чем эти попытки, и гораздо более привлекателен для широкой аудитории, отмечает журналист. Но это не помешало проекту соблюдать актуальную повестку, продолжает он. Один из продюсеров шоу Константин Эрнст, руководитель Первого канала, ведущего Российского государственного канала, регулярно транслирующего лесные репортажи о президенте Владимире Путини, указывает автор. Джонсон полагает, что гендиректор Первого канала неспроста продвигал свой сериал в Каннах, шутливо сравнивая сексуальные подвиги Троцкого с проступком Харви Вайнштейна. Netflix приобрел права на сериал «Троцкий» в декабре 2018 года. Восьмисерийный фильм был приурочен к столетию Октябрьской революции и показан на Первом канале в 2017-м. Сериал получил три татуэтки Тэфи. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Сериал получил три татуэтки Троцкого с проступком Харви Вайнштейна.